Сохраняющаяся непростая международная обстановка, глобальная финансовая нестабильность затронула и нашу страну, и республику, и наш город. Заведляются темпы роста экономики. Доля города в показателях Татарстана значительна. В валовом региональном продукте 10,6%, в объеме промышленной продукции 11,3%, в объеме строительных работ 11,4%, в объеме товара оборота 18,5%. Валовый территориальный продукт за три предыдущих года вырос на 26,7% в действующих ценах и составил в 2013 году 166 млрд. рублей. В 2014 году планируется в сумме 171 млрд. рублей, но эта задача достаточно сложная. Достижение данного показателя во многом зависит от деятельности предприятий обрабатывающего производства, так как они формируют 50,7% данного продукта. Структура ВТП представлена на слайде. Сольдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий города на 1 сентября сложился положительно в сумме 1,3 млрд. рублей. Доля прибыльных предприятий составила 73,6%. Наибольший положительный результат сложился в организациях обрабатывающего производства, строительства, связи, операции с недвижимым имуществом. По предварительным итогам 9 месяцев наметилась тенденция к увеличению сольдированного финансового результата, так как КАМАЗом получена прибыль в размере 1,5 млрд. рублей. За отчетный период отгружена промышленная продукция на 136,7 млрд. рублей. За 9 месяцев прошлого года – 138,4 млрд. рублей. Индекс промышленного производства – 95%. В прошлом году за 9 месяцев – 94%. К концу 2014 года планируется отгрузка продукции на сумму 206 млрд. рублей или на уровне прошлого года. Важно отметить, что данный показатель напрямую зависит от деятельности акционерного общества КАМАЗ, доля которого в данном показателе составляет 48,3%. Стабильные темпы сохранились в производстве пищевых продуктов – рост на 2,9%, прочих неметаллических минеральных продуктов – рост на 9,8%. Снижение темпов производства наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования на 8,1%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 4,9%. Основной причиной снижения объемов промышленного производства является проблема со сбытом продукции. С начала года акционерным обществом произведено 28,682 грузовых автомобилей. К концу года компания планирует выпустить по плану, утвержденному, 40,149 грузовых автомобилей. На КАМАЗе реализуется программа полной модернизации производства и перехода на создание перспективного семейства автомобилей, соответствующих мировым стандартам. Правительством Российской Федерации подписано распоряжение о предоставлении КАМАЗу госгарантий на сумму 35 млрд. рублей сроком на 15 лет на инвестиционный проект по развитию модельного ряда автомобилей и модернизацию мощностей. Новый магистральный тягач КАМАЗ 5490 признан в нынешнем году грузовиком года в номинации «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В планах КАМАЗа разработать несколько модификаций тягача. В акционерном обществе начата реализация программы утилизации автомобилей, которая продлится до 31 декабря 2014 года. Программа направлена на обновление парковых грузовиков и автобусов, повышение экологичности и безопасности автотранспорта и поддержку спроса на новые автомобили. Кроме того, правительством Российской Федерации разработана программа поддержки местного автопрома по субсидированию затрат на покупку газомоторной техники на сумму 3,7 млрд. рублей. КАМАЗ примет активное участие в данной программе. Акционерным обществом и австрийской компанией «Палфингер» планируется создание на территории набережных челнов совместного предприятия по монтажу грузоподъемного оборудования на шасси грузовых автомобилей. Наибольший рост производства и реализации за 9 месяцев текущего года обеспечили такие предприятия, как «Заев Кама», «Каменскама», «Астейс», «Сатурн», «Камостроиндустрия», «Булгарпива». Несмотря на сложные экономические условия, предприятие направляет средства на реализацию инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации производства, что в свою очередь способствует повышению производительности труда. На картонно-бумажном комбинате имени Сергея Павловича Титова реализован крупный инвестиционный проект по модернизации картоноделательной машины. Челноводоканал осуществил пуск станции ультрафиолетового обезвораживания очищенных сточных вод. В ТАКПРОВ запущены цех механической обработки алюминиевого профиля и новая автоматизированная линия упаковки. В «Булгарпива» осуществлен пуск линий разлива питьевой воды и бальже. В «Челни» хлеб – новые линии по производству слоеного печенья. В «Челни» холод – линейного скомогенератора для производства фруктового льда, а также вертикальной машины для дозирования мороженого в пакеты. Общие суммы инвестиций только по вышеперечисленным проектам составило 2 млрд. рублей. Для повышения конкурентоспособности необходима реализация крупных проектов, использующих принципиально новые инновационные технологии. Так, например, проекты в рамках программы «Моногородов». Их четыре. Это производство синтетического сапфира для оптоэлектроники, предприятие по забою скота и переработке мяса, птицеводческий комплекс на базе инновационных ресурсосберегающих технологий, реконструкция птицефабрики. Все эти проекты на сумму 16,3 млрд. рублей. Эти проекты не только позволили диверсифицировать экономику города на 12%, но и выпустить продукцию, направленную прежде всего на импортозамещение. По распоряжению правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года, номер 1398Р, город Набрежная Челни включен во вновь утвержденный перечень моногородов. Наша задача – продолжить активное участие в этой программе и включить новые проекты. И они у нас есть. Так, например, создание предприятия по глубокой переработке мяса и производству колбасных изделий, предприятие «Камская Нива», «Смарт-экструзион», предприятие «Татпров». Внедрение новых инновационных технологий позволит увеличить объемы и качество выпускаемой продукции, создать 762 новых рабочих места. Важно отметить, что отдельные товары в республике и в нашем городе не производятся, а многие вводятся при наличии собственных, недозагруженных мощностей. Президентам нашей республики поставлена задача провести детальный анализ по каждому ввозимому виду товара и оформить предложения для организации их производств на территории муниципалитетов республики, включив их в отраслевые программы импортозамещения. В целом, по городу, реализация инвестиционных проектов в первом полугодии позволила увеличить объем инвестиций до 16,8 миллиардов рублей или с ростом в полтора раза. За 9 месяцев прошлого года – 11,5 миллиардов рублей. В республике Татарстан рост 4,9%. К концу года этот показатель необходимо довести до 33,7 миллиардов рублей. Перед нами стоит серьезная задача внедрить стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Его важным показателем является развитие малого и среднего бизнеса, приоритетного направления нашей работы. Мы активно участвуем в республиканских программах поддержки предпринимательства. Благодаря этому только за последние три года объем продукции и услуг, произведенных предприятиями малого и среднего бизнеса, вырос на 20% и составил в 2013 году 50,5 миллиардов рублей. Налоговые поступления в городской бюджет увеличились на 16,5% и достигли 863,9 миллионов рублей. Доля малого и среднего предпринимательства ВТП выросла до 33,1%. В республике Татарстан 25,6%. Президентом республики Татарстан Рустамом Нургалевичем Менихановым поставлена задача увеличить долю малого и среднего предпринимательства ВТП. Следует отметить, что доля обрабатывающего производства в обороте малого и среднего предпринимательства занимает лишь 13,6%. В республике Татарстан 16%. В развитых странах этот показатель доходит до 25%. Основная часть оборота сконцентрирована в сфере торговли 63%. Вместе с тем от уровня развития малого и среднего предпринимательства в реальном секторе во многом зависит устойчивость экономического роста. Для дальнейшего развития экономики города необходимо формировать новые точки роста. Ими станут промышленные площадки, их в нашем городе 5. Рассматривается заявка по созданию 6-го частного промышленного парка инотех. Для микро и малых предприятий точками роста могут стать и 4 промышленные зоны, где осуществляют деятельность производственные предприятия, имеющие существенное значение для экономики города. Вы их видите на экране. Они готовы обеспечить дополнительный объем промышленного производства, новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет города. Но есть вопросы строительства и ремонта дорог, сетей, увеличения лимитов потребления используемых ресурсов, работы транспорта. Наша задача – активно вести поиск источников финансирования для решения этих вопросов. На уровне Республики Татарстан формируется электронный каталог производимой и закупаемой продукцией местными предприятиями. Нам необходимо войти в перечень производимой продукции и активно использовать электронный каталог при планировании закупок. Актуальным является проект по поддержке местных товаропроизводителей. Ежемесячно в городе проводятся акции «Покупай Челминское» и «День местного товаропроизводителя», которые способствуют продвижению местной продукции на внутренней и внешней рынке. В сложившихся экономических условиях важное место занимает снижение затрат на производстве. В нашем городе активно реализуется проект «Набрежные Челмы. Город устойчивого развития» по внедрению брежливого производства. Из республиканского бюджета привлечено 6 миллионов рублей для реализации проекта на 11 пилотных предприятиях города. Вы видите их на экране. Программа рассчитана на три года, включает обучение персонала и реализацию на каждом предприятии специализированного проекта. На рост экономики существенное влияние может оказать дальнейшее развитие IT-сектора, способного привлечь высокотехнологические компании с целью активизации процесса внедрения инноваций. Формирование инновационной экономики зависит от развития инжиниринговых центров, способных решать научно-технические задачи для наших предприятий. И такие центры в нашем городе уже есть. Создан инжиниринговый центр «Набрежная Челминского института» КПФУ, где планируется запустить более 20 научных и учебных лабораторий в области новейших производственных технологий, в которые уже вложено порядка 200 миллионов рублей. Осуществлять целевую подготовку кадров для промышленных предприятий с учетом потребностей рынка труда различных отраслей. 23 октября в этом центре состоялась проектная сессия развития Камской экономической зоны в рамках обсуждения стратегии Республики Татарстан до 2030 года. На мероприятии были обозначены приоритетные направления развития Камской экономической зоны. На ближайшие 10 лет основной точкой роста экономики Республики определен Камский инновационный территориальный производственный кластер. Реализация инновационных проектов кластера позволит утроить объем промышленного производства и довести его до уровня 2 триллионов рублей. Для достижения этой цели необходимо опережающее развитие социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. Набережная Челны находится в центре Камского промышленного кластера, что дает реальную возможность нашему городу создать новые и развивать существующие производства. Прорабатывается вопрос о возможности проведения в IT-парке экономического совета при президенте Республики Татарстан по теме национальный рейтинг. При положительном решении данного вопроса в продолжении заседания будет организована стратегическая сессия Камского центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства которые созданы и осуществляют деятельность на территории нашего города с целью развития отраслей кластеров малого и среднего предпринимательства как механизма повышения эффективности использования промышленного, научного, образовательного потенциала территории. Следующим макроэкономическим показателем является объем строительно-монтажных работ, который за 9 месяцев составил 15,2 миллиарда рублей. 9 месяцев в прошлом году 14,8 миллиардов. Это на уровне прошлого года. К концу года план 32,1 миллиард рублей. Введено 213,8 тысяч квадратных метров жилья. Годовой план 340 тысяч квадратных метров. В текущем году в город в объекты капитального строительства в рамках федеральных, республиканских и муниципальных программ привлечено более 5 миллиардов рублей. По программе капитального ремонта жилого фонда отремонтирован 141 многоквартирный дом на сумму 1,2 миллиарда рублей. На 2015 год уже сформирован предварительный перечень объектов на сумму 3,6 миллиардов рублей. Наша задача принять активное участие в федеральных и республиканских программах и максимально привлечь бюджетные средства. На экономику города значительное влияние оказывает и потребительский сектор. Оборот розничной торговли за 9 месяцев составил 103,9 миллиардов рублей, рост на 8,8%. В прошлом году за 9 месяцев 89,5 миллиардов рублей, рост 13,9%. По оценке 2014 года планируется товарооборот в сумме 132,6 миллиардов рублей. Численность населения города составляет 522 тысячи человек. Естественная прирост за 9 месяцев составила 2758 человек. По состоянию на 1 сентября размер среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях города вырос на 10,9% и составил 27 363 рубля. В прошлом году за 9 месяцев рост был 14,5%. В учреждениях социальной сферы размер средней заработной платы составил 22 367 рублей по образованию и 23 414,5 рублей по здравоохранению и предоставлению социальных услуг. Анализ величины среднемесячной заработной платы показывает, что сохраняется существенная дифференциация ее по отраслям и отдельным предприятиям. Ведется активная работа по легализации скрытой от налогообложения заработной платы, повышению ее уровня. За прошедший период было проведено 17 заседаний, приглашено 280 работодателей-должников. По результатам работы Межведомственной комиссии в бюджеты всех уровней возвращена задолженность по НДФЛ в сумме 42,8 млн. рублей, по отчислениям в пенсионный фонд 23,2 млн. рублей, в фонд социального страхования 0,9 млн. рублей. Количество зарегистрированных безработных за 9 месяцев уменьшилось на 27% и составило 1933 человека. Уровень безработицы 0,71%. За 9 месяцев прошлого года была единица. Но несмотря на то, что количество безработных снижается, на рынке труда существует дисбаланс. В городе проведен анализ кадровой потребности на предприятиях и организациях. Выявлены потребности в 4785 работниках. В связи с этим разработана программа для подготовки кадров на предприятиях и организациях города. Мероприятие программы направлено на внедрение дуальной системы обучения, создание на предприятиях учебно-адаптационных центров и введение в учебные заведения преподавателей-наставников от самих предприятий. Данная программа направлена на рассмотрение Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан с целью софинансирования. Кроме того, с целью подготовки кадров для промышленных предприятий и организаций разработан проект «Перспектива», на который привлечено 2 млн. рублей из республиканского бюджета. Редактор субтитров А.Семкин